МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полезные советы из программы «Удачные заметки» можно всегда прочитать в газете «Ва-Банк». Газета «Ва-Банк». Свежий номер каждый четверг у вас дома. В этом выпуске защищаем урожай клубники от сырости. Делимся опытом органического земледелия. Ухаживаем за королевой цветов. Садовая земляника – королева участка дачников Рубацовых. Нелли и Александр уже более 10 лет разводят земляничную плантацию в Орловом овраге. В этом году она и более водянистая, нет такой сладости в ней, потому что, сами понимаете, дожди, солнца мало. Ну а так, в принципе, все равно урожай у нас неплохой. Пятый сбор – и снова полный короб ароматнейшей ягоды. Рубацовы признаются. В этом году земляника начала радовать ягодой рано, поэтому сейчас уже добирают последки, пока дачники верны только одному сорту немецкой селекции – зенго-зенгана. Ягодка у нее потому что такая плотная, из нее и варенье хорошее, и компот душистый, крупные, хорошо хранится. Ягода посажена двумя способами – привычным дедовским и по нетканому материалу. Хозяин признается – именно агроволокно спасло урожай в этом сезоне. Она защищает от вредителей, они не могут пробраться из земли наверх. Также задерживает влагу, если год засушливый. Нет сорняков такого количества. Ну и усы не успевают укорениться, то есть она не загущается. Проще ее потом обрабатывать. Ну вот эта клубника – это старый сорт наш остался тут. Она, как видите, вот и кустики слабенькие, и ягодки более мелкие. Ну и, соответственно, она и заболеваний на ней побольше, и червячки. Поэтому вот мы решили от нее избавиться. А это тут у нас новый участок, посаженный на ткани. То есть, ну, сами видите, что тут она и кустики покрупнее, и ягода крупнее, и урожай побольше. В этом году, вот несмотря на условия не очень благоприятные, мы собрали где-то с этого участка 12 ящиков хорошей чистой клубники, не грязной. Ну, в ящике примерно килограмма по 4, то есть вот получается 50 килограммов мы, наверное, набрали. От главных врагов – серой и черной гнили – рубацовы раньше защищали свою ягоду толстым слоем обилок. Также можно присыпать междурядье толстым слоем сена или рубленой соломы. Подушкой безопасности послужит и сухая хвоя. Кроме того, гнилые ягоды дачники собирают в отдельную емкость и выносят подальше за пределы участка. Но полного иммунитета к этому грибку садовая земляника пока не выработала. Самые устойчивые к серой гнили сорта из среднеспелых – это Славутич, Вента, Красный Берег, Машенька, Лорд Фейерверк, Холидей и Вима Ксима. После того, как ягодка отходит, я, значит, что делаю? Обрезаю все усты, обрезаю листья, то есть готовим клубнику к зиме. Но это чуть-чуть попозже, конечно, будет. Сейчас еще ягодка-то есть. Но примерно вот берем и все вот эти вот усы ненужные, все это выкидывается. Листик обрезаем так, чтобы оставлять только одну розеточку в кустике, чтобы она набирала запас на следующий год. Вот так у нас будет выглядеть кустик, подготовленный в зиму. Самая большая мечта любого дачника и огородника – приходить на свой участок и отдыхать. К сожалению, получается часто не так. Мы становимся заложниками дачи. Все свое свободное время, начиная с апреля и кончая, наверное, концом октября, многие люди проводят в труде. Как же сделать так, чтобы дача приносила удовольствие? С природным земледелием Виталий Григоров случайно познакомился в книжном магазине еще 17 лет назад. Житель поселка Мирный признается. Книга Николая Курдюмова «Умный сад и хитрый огород» перевернула его сознание. За этим последовал многолетний эксперимент на скудной почве южного склона в Красноярском районе. Этот человек приучил меня к самому главному – наблюдать за природой и действовать конкретно в данных условиях так, чтобы растениям было комфортно. И это мой приусадебный участок. Естественно, он отличается от дачного тем, что я здесь нахожусь постоянно. Но несмотря на это, в связи с большой занятостью на работе, уделять много времени непосредственно работе в саду я не могу. Поэтому пришлось создавать такие условия, чтобы растения росли, питались, кормились сами. Дачник кардинально поменял подход к выращиванию растений по методу кубанского агронома. Сейчас наш герой огород совсем не копает, а только рыхлит и мульчирует. Летом овощи не поливает и не борется с сорняками. Осенью собирает обильный урожай. Этот новаторский подход позволяет директору Дома культуры, режиссеру эстрадного театра, больше времени посвящать семье и творчеству. Самый простой способ – это мульчирование почвы. Вся трава, которая растет внутри грядок, она выпалывается и оставляется тут же. Мы сейчас посмотрим на примере грядки с помидорами. Эта трава, во-первых, прикрывает почву от солнца, таким образом сохраняется влага. И самое главное, что этот слой, он действует как термос. Он отделяет слой горячего воздуха от холодной земли. Ну и, как известно из физики, при этом выпадает роса. И выпадает эта роса на внутренних стеночках почвы. Щепой, который остается от измельченных веток деревьев и кустарников, садовод-любитель мульчирует почву вокруг цветников. Одно теплиц застилает агроволокном. Раньше на этом месте была целина. То есть заросший участок многолетними злаковыми сорняками, клевером, подорожником, большое количество пырея. И вот одним из советов Николая Ивановича Курдюмова был легкий способ подготовки грядки. Набрал большое количество картона, ну это при помощи упаковочных коробок. И картоном прямо по сорнякам застелил ту площадь, которая позднее стала моей теплицей. Поверх картона сразу постелил черное агроволокно. Делались ножом крестообразные надрезы, и в них сажались вот помидоры. Этой теплице два года. За это время картон, который находился под агроволокном, он уже полностью разложился и переработался теми земляными насекомыми, грибками, бактериями. Он стал удобрением для этих томатов. Прелесть этого метода заключается в том, что вот в эту теплицу можно ходить не в рабочей, а в парадной одежде и собирать плоды. Потому что здесь всегда чисто, здесь нет сорняков, значит, нет изнурительного труда по их уничтожению. Здесь не нужно рыхлить и не нужно поливать. Органические удобрения Виталий в овощные грядки не вносит. Хотя под боком кудахчет домашняя птица. Питательных веществ, которые образовались в почве за 8 лет такого землепользования, томатам, перцам и огурцам достаточно. Когда-то пробовал сеять горчицу, белую горчицу, клевер в качестве сидоратов. Сейчас специально этим не занимаюсь. Разнотравие такое большое, что хватает биомассы, хватает той, что растет. Потому что почва за эти годы стала как губка. Она настолько пористая, настолько в ней много вот этих самых капилляров, что вся влага, которая падает с неба, она просачивается внутрь. Овощевод-любитель активно использует принцип полезного соседства растений. Здесь укроп помогает расти капусте и огурцам, календула оберегает розы от тли, а чеснок защищает томатные грядки от медведки. Насекомые вредители, вот их численность, да, например, на моем участке, их гораздо меньше, чем у соседей. Почему? А потому что растения, которые отпугивают, например, некоторые виды вредителей, божьи коровки, которые уничтожают тлю, или жужелица, которая тоже уничтожает колонии, просто вот тлей, да. То есть все друг друга поедают, и как-то вот всем хорошо. Муравьев у меня много. Это санитары природы. Именно они растаскивают, разлагают, перерабатывают все растительные остатки. И совсем уничтожать их тоже нельзя. Кстати говоря, вот участок, на котором мы находимся, 8 лет назад был очень сильно поражен медведкой. Я заметил, что если по краю грядки посадить чеснок, то медведка не очень любит эти места. И в-третьих, поскольку вот у меня все заполнено газоном, скажем так, да, и все это не копается и не рыхлится, перемещаться ей становится все труднее и труднее. И поэтому поймать ее все легче и легче она может проявить себя только в рыхлой почве, то есть на конкретной какой-то грядке. Июль только начался, а Виталий уже не первый раз выносит из теплицы урожай огурцов. Рядом уже блестит черный бок баклажана. Единственный нюанс этого сезона – тепличные томаты из-за холодов отстали в развитии на две недели. А в цветнике – тот же буйный рост и цветение. Как вы видите, вокруг все благоухает. Именно из-за того, что повышенная влажность, много воды, свежий воздух, и достаточно все-таки тепло, нет изнуряющей жары. Поэтому в моем саду благоухает все. Наверное, это благодаря тому, что за 8 лет проживания здесь в саду создался такой микроклимат естественный. И растения, и насекомые, и грибки, и бактерии – все находится в симбиозе, все друг другу помогает и адаптируется к различным погодным условиям. Середина лета – самая радостная пора для цветоводов. Когда все цветет и пахнет, можно наслаждаться результатами труда, считать ошибки и гордиться достижениями. Сегодня мы в гостях у специалиста по ландшафтному дизайну Светланы Гладневой. На приусадебном участке одной из самарских просек она ухаживает за розарием. Здесь рядом с хвойными мирно уживаются 60 сортов роз. Все виды семейства розоцветных подобраны так, что растения плавно сменяют друг друга в цветении, благоухают с июня по октябрь. Эта роза у нас штамбовая, может быть, видно, если в камеру. То есть она формируется, у нее ствол длинный, потом прививается сюда розочка, и мы поддерживаем вот этот штамб. То есть все розы, которые идут от ствола, мы их все обрезаем. Главная задача в уходе за такими розами – следить за побегами на штамбе. За основу, как правило, берется дикий двух- или трехлетний шиповник. Разрастаясь, его мощные стебли будут забирать силу у свежепривитой сортовой красавицы. Отличить дикий побег от культурного можно по количеству листиков. Вот эти розы – пять лепестков. Если пошла дикая роза, какой-то шиповник, там уже семь лепестков, их видно. Бывают розы выращенные корни собственные, когда это черенок со своими корнями. Тогда у него дедичков нет. На взрослый штамб можно подселить любые сорта роз. Если это крупноцветковые, то они будут тянуться бутонами вверх. Если стелющиеся, то стремиться в горизонтальное положение. Это почвопокровная роза, то есть это у которой побеги не поднимаются наверх, а которые стелются. Формируется так же. То есть мы зиму вырезаем, оставляем от прививки 10-20 см. Вот и выкладываем на зиму. А потом по весне она вот развивает свой собственный куст, куда ей, где больше солнца, туда больше, конечно, летит. Специалист отметила – все розы любят открытые освещенные участки. В идеале две трети дня на цветы должен падать солнечный свет. В тени забора или сада капризная королева не раскроет всей красоты бутона. Это садово-парковые розы. Они небольшого возраста, наверное, тут лет 3-4 года, поэтому они такие не очень высокие. И немножко им тут не хватает солнца, скажем так. Ну, меньше солнца, чем надо. Поэтому они не такой большой высадки. Для плетистых роз, которые в длину вытягиваются до 4 метров, также придется поискать освещенную – стену дома, веранды или забора. Она и цвести будет пышнее, и раньше просыпаться весной. Особенность этой розы в чем? В том, что ее плети, побеги достигают 4 метров. То есть, ну, что нам нужно, чтобы она вверх плелась? Ну, не обязательно вверх, да, то есть можно на какие-то опоры ее, на перголы. А здесь она на забор, и вот специальная конструкция, чтобы она цеплялась за нее. Ну, и мы потом специальными штучками тоже ее прищипываем. Они цветут на побегах прошлого года. То есть, обязательно побеги нужно сохранять. То есть, мы можем сохранить 2 метра, сколько нам надо. Если нам не надо очень высокое длинное растение, то мы сохраняем 2-3 метра. И вот эти 2-3 метра нужно уложить, укрыть и сохранить, потому что цвести вот на них. Если мы, допустим, обрежем, как обычные розы, которые мы обрезаем, 20 сантиметров, и они цветут, то плетистые не будут цвести. Плетистые дадут только зеленую массу, они дадут только зелень. Вот, а цвести будут на следующий год на тех побегах, которые мы сохранили. Обрезать отцветшие розы нужно смотреть по количеству листьев. Вот где 3 листика заканчиваются, где начинается 5 листиков. То есть, мы отрезаем прямо вот здесь. Такие розы, как флорибунда, обрезают, не считая листьев. Ведь на одном побеге может одновременно распуститься десяток цветков. Очень много грибковых заболеваний появляется. Это и черная пятнистость, и какая-то серая гниль. То есть, тут желательно опрыскивать немножко заранее. То есть, предосхищая вот эти все заболевания, опрыскиваем обигопиком, ну, что-то медисодержащее. То есть, препаратов очень много, вот, в магазинах выбор очень большой. Споры у грибков, они, ну, дождь идет, и они такие воздушные, летящие, опять садятся на листву. Все поврежденные листья мы обязательно обираем. Вот, и не в компостную кучу, а выкидываем, обязательно выкидываем с сада, чтобы не было. Специалист отметила, что после дождя растения хорошо впитывают различные подкормки. Подкормки могут быть сухие, то есть, мы раскидываем вокруг растения гранулы удобрения. Или также разводим водой и проливаем из органики, ну, конечно, биогумус. Перегной хорошо, но биогумус лучше. Перепревший иконский навоз, куриный помет. Розы вообще любят, любят поесть. Тем, кто любит поесть, Светлана рекомендовала строгую диету. Один раз в две недели чередовать подкормку под корень с поверхностным опрыскиванием листьев. Садовую землянику от серой и черной гнили можно защитить, подложив под кусты слой опилок, сена или рубленной соломы. Подушкой безопасности послужит и сухая хвоя. Один из способов выращивания овощей – высаживание рассады на агроволокно или мульчирование грядок толстым слоем сена или древесной щепы. В этом случае растениям не нужен частый полив и прополка. В сырое лето розам необходима защита от грибковых заболеваний в виде опрыскиваний препаратами, содержащими медь и серу. В жару почву в цветнике мульчируют скошенной травой и присыпают золой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова